Закарпатью. Я завтра там буду. На самом деле это операция ОВД, там Служба Беспеки Украины. Служба милиции и милицейские подразделения и нацгвардии находятся в подчинении АТЦ, антитеррористического центра. Насколько я понимаю, 6 или 7 человек находятся сейчас под Мукачева. С ними есть какой-то диалог с тем, чтобы они все-таки сдались и не занимались ерундой. Вот, пожалуй, все, что можно сказать на этот счет пока что. Идет следственное действие, причем это достаточно широкое заброшенное небо. Следственная группа работает как с непосредственно тем, кто имеет отношение к этим всем выстрелам и столкновению, так и с теми мотивами, которые вокруг этой ситуации было. Но коли мы заговорили об эту тему, под эти крики, что здесь кричат, я хочу сказать очень ясно и четко свою позицию. Недостойно, когда за спинами патриотов настоящих прячутся бандиты и крышеватели контрабанды. Недостойно, когда люди одевают камуфляж в 1600 километров от фронта и изображают из себя крутых пацанов. Я был крутым пацаном и на Майдане, и мы были на фронте со многими здесь, кто стоят сегодня в гражданских костюмах. И видели настоящую опасность и работали с этой опасностью. Здесь этого не нужно делать, и прятать оружием не нужно, и стрелять из гранатомета по милиции не нужно. И такие вещи будут пресекаться всегда, вне зависимости от знамени, которое оборачивается этот человек. Такой человек с оружием в руках, на улицах мирных городов, бандит. Не нравится это тем, кто верит в другие идеалы. Я тоже верю в идеалы. Я тоже уважаю Дмитрия Яроша. Мне есть за что его уважать. Мы с ним, слава богу, прошли длинный путь. Но я не могу поддержать тех ребят со снесенной крышей, или я не знаю, что с ними случилось, которые позволяют себе выстрелить посреди маленького Мукачева в голову другому человеку. Взять и из гранатомета расстрелять две милицейские машины. Я не понимаю, как это возможно, и как общество может с этим мериться. Это непримиримая ситуация. Мы должны понять, это не вопрос уважения или неуважения к какой-то партии. Это вопрос ценностей. Это мировоззренческий вопрос. У нас добровольцев в специальных батальонах МВД, в 32 батальона, еще три батальона Национальной гвардии. Известный, легендарный, Азов, Донбасс и батальон имени Пельчицкого. Это почти 6 тысяч человек. Все ребята непростые. Все со своим мировоззрением и со своим взглядом. Патриоты куда большие, чем многие те, кто стоят сегодня в камуфляжах на дорогах Украины. Но они нашли для себя ответ. Они идут на фронт, они там отвечают на вызовы. И к ним есть доверие. Вы меня простите, бывший работник милиции, выгнанный из органов внутренних дел за неблаговидные деяния, за контрабанду, на дельтаплане летавшие, так сказать, сбравшиеся сигареты в Венгрию, теперь хочет мне рассказать, что он проведник правого сектора на Закарпатте и позволяет себе присваивать право стрелять из гранатомета и автомата. Я это не принимаю. Потому что для меня это человек, который купил франшизу. Знаете, что такое франшиза? Купил франшизу и под нее прячется. И пусть кричат и говорят, что хотят. Это моя работа пресекать такую ситуацию. Мне жаль, что...